Всем привет, с вами Ловблог, меня зовут Дима, и сегодня я в гостях и очень интересных ребят. Ребят, представьтесь, пожалуйста. Я Володя. Я Миша. И Михаил. Расскажите, пожалуйста, чем вы занимаетесь. Я на самом деле всё знаю уже, но вы не знаете, может быть. У вас очень интересные проекты, и раскройте, пожалуйста, про свою профессиональную деятельность и про сообщество. Давай, Володь, раскройте. Правда. Я, я, да, это среки. Ну, в общем, собственно, сам я IT-менеджер, можно так сказать, да, то есть я руковожу IT-компанией, занимаемся мы созданием сайтиков и пиарчиков в интернете, люблю так отвечать. Класс, а ссылочку можно будет дать на вас? Ну, конечно, нужно дать ссылочку. Ну, тогда как вы называетесь? Компания называется А25, сайт А25.ру, заходите, покупайте у нас то, что мы вам продадим. Вакансии у вас есть? Ладно, всё, вакансии нет. Давайте не будем отвлекаться, потому что, ну, то есть профессиональная деятельность – это профессиональная деятельность, а сам проект, которым мы занимаемся и, собственно, которым мы с вами познакомились, это Питер Юнайтед, это некоммерческий проект, который… Основная задача которого, как я её вижу, да, то есть и хочу, что именно я сделать, это экосистема в Петербурге для начала, для профессионалов в области IT, которая позволит сообществам, которых достаточно много в Петербурге, то есть IT-сообществам, эффективно и быстро, ну, то есть развиваться и профессионально эволюционировать. То есть профессионалы должны обмениваться опытом, делиться знаниями и становиться лучше. Так, слушай, вот интересно, как, во-первых, ты стал IT-менеджером, как ты начал свой путь, то есть ты говоришь сразу, что у тебя и проекты такие крупные, вот, расскажи, пожалуйста, с чего ты начинал, и это, может быть, вдохновит людей развиваться? Начинал я с того, что ходил по офисам, продавал театральные билеты. Сколько тебе было лет? 17, наверное, начал эту деятельность. Ну, вот как вот с универа ушёл, да, 18, получается. 18 лет уже с универа ушёл? Да, я ушёл с универа, то есть как бы там учился в СПБГУ на физическом факультете и потом, в общем, у меня не… А в армию не забрали? Ну, я бегал нормально, быстро. Вот, то есть и в армию не берут таких, кто быстро бегает. Кто продаёт хорошо. Ну, я не знаю, в общем, как-то… Чтитесь, ребята, да. Как-то так случилось, что, в общем, не была интересна моя личность сотрудником военкомата, поэтому… Ладно, извини, что отлёг в IT, как вот? Ну, в общем, походил, позанимался продажами, то есть вообще моя основная специализация – это продажи, и там работа в одной, другой, третьей компании, я там приобрёл некий опыт продаж, потом устроился в IT-компанию, да, которая занималась разработкой сайтов и поисковым продвижением, SEO. Случайно? Или тебе эта тема интересовала? Объявление? Нет, случайно мне нужны были деньги. Я вообще не понимал, что это такое. Ну, то есть, как бы, вот, играл в онлайн-игры, всё. Все грехи, короче, собрал. Все грехи. А нельзя было, да? Нормально. Нормально начинает. Вот. Онлайн-игры, кстати, тема. Собственно, и, ну, то есть, устроился сам работать обычным сейлзом, ну, мне понравилась предметная область, я стал потихонечку, то есть, изучать, общаться с сотрудниками, с коллегами, что-то почитывать в интернете, и вот за вот этот период времени, то есть, 2007-го года я войти в это… Холодные звонки были, скажи честно. Ну, 200 в день можно сделать, в принципе, несложно. 200 в день холодных звонков. Костя, учись. Собственно, и постепенно, пройдя по карьерной лестнице, я получил в 2010 году предложение от учредителя той компании, в которой работал, то есть, создать отдельную компанию и её развивать. То есть, потому что, ну, то есть, словом, мне было тесно, и мне повезло в данной ситуации, что учредителю были интересны такого рода, да, то есть, отношения с сотрудниками. Вот учредилась компания А25, ну, которая стала менеджерить. И вот сейчас… Класс, давай здесь сейчас немножко заморозим, уже картина начинает проясняться. Чтобы я не потух на твоём фоне, потому что мне надо переводить слово. Просто я не понимаю, как связать историю с Мишей. Миша, скажи, как ты попал в IT, чем ты занимаешься? Я купил у Володи билеты. Или ты работал в военкомате и отлавливал? Почти, на самом деле, ты почти угадал. Не, я отучился на радиотехнике, закончил высшее образование. Какой вуз? Слабак. Вот, ГУАП. Аэрокосмическое приборостроение, да. У меня оба брата ГУАП закончили. Вот, а потом я по специальности работал порядка пяти лет. То есть, я поработал на военных предприятиях. Ну, и на самом деле, можно сказать, что я считаю там, можно сказать, своим местом работы, таким, которое более-менее серьезное уже было. Работать-то я начал там раньше, еще на всяких курсах, там, типа, третьим и так далее. Вот. Работал на военном предприятии «Авангард» называется. Мы там занимались разработкой подвоенную технику, там, всяких датчиков. Секретных? Ну, как, они были подвоенной приемкой, не сказать, что прям, не секретные. Хотя, не рассказывали мы о них. Да, я и сам про них не знаю. Какая-то там секретность у меня была, то есть, я мог иметь доступ к секретным документам, но не очень крутые. Ну, то есть, сейчас ты можешь об этом рассказывать. За границу пускали. Не, ну, о датчиках я не буду рассказывать. Секретная информация. Что есть датчики в мире, вы же знаете. Да. Это не секретно. За границу-то выезжал? Ну, вот. За границу в Украину, конечно. В Беларусь, Украину так далеко вы ездили, где же, да. Вот. Значит, работать там начал сначала инженером, потом достаточно быстро, видимо, так сказать, из инженеров пошел в организационную деятельность, именно менеджером. Вот. Занимался пополам уже вопросами, то есть, организаторскими, плюс инженерии, потому что все равно приходилось. То есть, мы небольшой командочкой работали там, в 10 человек, в большой структуре. Вот. У нас был небольшой такой отдел, вот. И мы вели там 5 проектов наших. Как ваши судьбы-то пересеклись? Значит, дальше, понятно, что я был в поиске, то есть, менеджер и так далее, то есть, организаторская деятельность. Вот. Меня позвал брат мой старший, который в тот момент уже на IT переключился, тоже будучи до этого химиком. Вот. Перешел, поменял отрасль. Предложил мне поработать в проекте интересном аналитиком, бизнес-аналитиком, потому что, типа, мой склад ума подходит под такого рода задачи. Ты бросил свою работу? И я так прикинул, никак бросил. У меня, понятно, там были уже, как сказать, это специфичная работа, я вам честно скажу, в военной промышленности. Ну, там у меня были определенные, так сказать, блуждания уже на тот момент, и я добровольно поменял, можно сказать, область деятельности. Я так что-то подумал тогда, ретроспективно, что на самом деле эти задачи мне могут быть интересны, я их попробовал поначалу, не кидаясь, понял, что мне реально это интересно. Бизнес-анализ, аналитик и так далее. И IT-отрасль, прикольные отрасли, почему нет. Вот. Вот, и я поменял область деятельности, и вот уже пятый год. Ну, сколько, понимаете, у тебя вся семья в IT-работает? Пятый год, теперь, да, вся семья в IT-работает. И сестра. Да. У меня два брата еще и сестра. Сестра в IT еще не работала. Значит, не все еще. И как вы встретились? Встретились мы благодаря сообществу. То есть, у нас в городе организовалось сообщество IT-менеджеров. Вот. Я там был продвигателем. До этого, как бы. Да, еще до этого. До сообщества. Вот. Сообщество уже организовалось, Володи в нем не было. И я, так сказать, как один из двигателей этого сообщества бегал. В общем, интересных людей в сообщество как бы привлекал. Говорил, ребята, давайте встречаться регулярно, там, раз в месяц. Обмениваться опытом, там, просто разговаривать о том, как мы работаем. И вот, может, даже какие-то… Очень знакомая тема. Да. Вот. И Володя загорелся тоже этой штукой. Вступил в наш сообщество Smart Management. Сообщество IT-менеджеров города нашего. Да, это было просто случайное мероприятие, на котором была тема, такая спорная про менеджеров. В общем, больше всего спорили, мне показалось, вот я и Миша. И мы, короче, после мероприятия решили, ну, то есть, зазнакомиться. И продолжать спорить, в общем. Я ему подсунул свою визитку, в общем, он ее взял. Я ее сжег, да. Сжег, да. Но сообщество меня потом пригласило как-то, да, то есть, запомнил, видимо. Вот. Собственно, да, зазнакомились. Знакомились, теперь уже знакомы и встречаемся как минимум раз в месяц. Мы встречаемся как минимум раз в месяц. С нами можно тоже встречаться раз в месяц, если вы там менеджеры. Начинающие или продолжающие. Это в рамках сообщества? В рамках сообщества Smart Management, да. И Peter United? Peter United, объясню. Вообще, когда я работал в этом проекте, в котором сейчас работаю уже, получается, пятый год, все время возникала проблема, так как у нас есть определенная установка на развитие, что у меня, что у Володи, что у ребят из моего проекта, грубо говоря. Мы все время искали новые каналы. То есть, мы сначала читали внутренние семинары, да, внутри команды. Потом мы начали читать внутренние семинары внутри компании. То есть, привлекать еще ребят на общение внутри компании, в которой мы работаем. Потом подумали, есть же куча других IT-компаний, там куча IT-специалистов. Почему бы и с ними не общаться? А как с ними общаться? На конференциях раз там в год, еще и с таким порогом входа, что надо куда-то поехать. На тот момент, когда, кстати, Peter United организовывался, у нас не было такого пестрящего набора конференций, как сейчас он поднимается, эта штука больше конференций становится. То есть, общаться было негде. И на тот момент у нас были хорошие примеры. Ребята из Ульяновска, мы съездили на Уилл Кэмп, мы съездили на IT-джем в Киеве. Это такие тусовки, где вот как-то по чуть-чуть крапинки вот этой идеи оттуда цеплялись. То есть, там про сообщество услышали на Уилл Кэмпе, там такой формат был интересный, ан-конференц, когда, грубо говоря, баркэмпы такие, ты можешь рассказать что-нибудь, такая самоорганизация своего рода. И хотелось что-нибудь вот у нас в городе, чтобы собирались люди разных компаний и общались. Сначала организовали вот сообщество, потом увидели, что есть еще какие-то сообщества и подумали, а почему бы вот просто не создать для них экосистему благоприятную. Это, наверное, чуть позже пришло. То есть, сначала захотелось просто взять все сообщества, собрать в одном месте. Познакомить. Познакомить. А что было основным двигателем к этой идее? То есть, чего вдруг? То есть, именно просто желание общаться и все? Или что-то какая-то все-таки стояло? Мне кажется, что это просто какой-то возникло. Просто желание спонтанное, и дальше оно как-то развилось. Но откуда оно появилось, сложно взять и сказать, откуда появилось. То есть, ты в процессе жизни встречаешься с какими-то ситуациями, аккумулируешь опыт, и этот опыт тебя сподвигает к каким-то действиям. Нельзя сказать, что вот я шел домой, споткнулся, сломал большой палец ноги, и вот меня осенило. То есть, красиво, но неправда. То есть, вы много работали. Нет, мы очень верим, на самом деле, и чувствуем это, что профессиональное развитие через общение – это офигенный инструмент. И мы для себя его открыли, точнее, не до конца еще. То есть, я как бы… Еще дофига чего, в общем, на самом деле не получается, я честно скажу. То есть, еще не так много информации выбирается, как можно было бы. Но есть вот как чуйка такая, да, что вот можно еще круче. И тебе в какой-то момент хочется этим делиться, вот. И получается, вот обучение через общение, оно подразумевает вторую сторону, ну, помимо тебя. И чем разнообразнее эти люди будут вокруг, тем круче. Поэтому, так как работаем в IT, так как и в программирование надо немножко менеджером вникать, и там в бизнес-анализ у меня вообще вот получается три области интересов, да. и в трех сообществах я могу себя как бы найти и опытом поделиться и так далее. Вот. И вот эта вера, она, наверное, и заставляет нас сейчас этим заниматься. Альтруизм, да, это называется? Нет. Другое слово, но приличное. Я вот, кстати, не знаю сложных слов, но я их иногда называю специально, чтобы казаться… Ну, альтруизм – нормальное слово. Ладно, на самом деле нас немножко время поджимает, поэтому хотелось бы от вас услышать сейчас самое главное про Питер Юнайтед. Что это такое, вот коротко, вот если вот человек, который вас вообще не знает, потому что нас, естественно, смотрят люди по всему СНГ, в том числе, да вообще откуда угодно русскоговорящие ребята со всего мира. Вот что это такое, хотели бы они, чтобы в их городах тоже были какие-то такие вещи, что для вас Питер Юнайтед, и какие-то, может быть, цифры, факты, и что вы планируете в будущем? Много попросил, но он как-то сжатый. Когда знали, что сейчас? Давайте, наверное, я попробую сформулировать, да, то есть, что Питер Юнайтед в первую очередь, да, то есть, ну, для меня и как я его чувствую, потому что каждый по-своему чувствует эту инициативу. То есть, Питер Юнайтед – это движение, то есть, которое принадлежит, по сути, всем его участникам, да, то есть, единомышленникам. То есть, это движение тех людей, которые хотят повысить свой профессиональный уровень. И для того, чтобы это сделать, они делятся своими наработанными знаниями и опытом и получают, да, то есть, профессиональные знания и опыт. Это я понял, сколько у вас людей? Ну, сколько нас людей сложно посчитать. На вот последней встрече, да, то есть, IT Global Meetup, который был недавно, в ноябре, было 450 человек мы насчитали. Это хорошая цифра. Вот, а, ну, соответственно, в сообществах, ну, то есть, кто зарегистрировался, их было больше 800 в сообществах, если посчитать, сколько людей, в принципе, в сообществах состоят, наверное, тысячи две – это те сообщества, с которыми мы активно общаемся. Формат встреч. Формат. Формат встреч. То есть, сообщества встречаются регулярно, обычно раз в месяц, каждое сообщество. И раз в квартал мы приглашаем эти сообщества встретиться всем вместе на одной площадке. Может любой прийти к вам, или это надо как-то выбивать приглашение, грубо говоря? Ну, выбивать ничего не нужно, то есть, как бы, это же, как говорят, нужно просто познакомиться, пообщаться. Любой IT-специалист. Если вы IT-специалист, вы просто приходите и смотрите, ищите темы интересные, включаетесь в сообщество, живете этой жизнью. Я могу уже альтернативную версию дать, но я же тоже свершу. Да, сейчас последний вопрос, уточняющий. Любой может прийти, то есть, вот парень сейчас нас смотрит, думает, хочу, может прийти, что ему для этого у нас сделать? Для начала ему нужно, как бы, найти сообщество, которое соответствует его профессиональным интересам, погуглить. Можно зайти на PeterUnited.ru и прямо там его найти. Понял. PeterUnited.ru Да, он в списке всех сообществ. Соответственно, заходит в сообщество, которое ему интересно, и начинает общаться с теми людьми, которые в сообществе. Приходить на встречи, которые организовывают это сообщество. И иногда приходить на IT Global Meetup. Отлично. А можно и с нами общаться. Три раза в год, да. Три раза в год. Хорошо. На самом деле, у нас буквально осталось очень много времени. Я тогда… Ну, я обязан просто сказать. Ты должен, потому что мы разные вообще. Коротенько, да. У нас вообще мы с ним… Просто коротенько скажи свой вариант, и тогда от тебя пожелание, совет новичкам. Да, коротенько свой вариант. PeterUnited можно запомнить как объединение IT-сообществ Санкт-Петербурга. Да, то есть, это некая такая шапка объединяющая. Каждое сообщество само по себе уникально, и сообщество – это люди, которые в него входят, люди из разных компаний. И объединяется каждое сообщество вокруг какой-то области интересов. То есть, если вам, например, нравится там тестирование, то есть сообщество тестировщиков, вы можете туда прийти. Вот. Значит, у каждого сообщества есть своя электронная площадка. Само сообщество, люди, входящие в него, выбирают, где ему быть. В Фейсбуке, ВКонтакте, на metap.com или в Google+. Да. Вот. Дальше это сообщество обязательно раз в месяц встречается. Все зависит от того, насколько, конечно, там активные лидеры в этом сообществе есть, которые вот… у которых, как сказать, энергии чуть больше, чем просто прийти навстречу, а есть еще энергия ее организовать. То есть, найти площадочку и так далее. То есть, как минимум, призыв к действию, что если поищи, посмотрите на Питеру Юнайт и сообщества, которые вам могли бы быть интересны, добавьтесь туда на электронную площадку и будьте в курсе, когда у них встречи через электронные площадки все это проходит. Вот. Сам Питер Юнайтед – это еще более активные ребята. Да. Как минимум, это вот мы сейчас с Володей здесь сидим, и есть еще активные ребята, которые тоже как бы… Вот то, о чем я сейчас скажу, чем занимаются. Это еще более активные ребята, которые помимо того, что могут прийти в свои сообщества, где они общаются по своим интересам, они могут организовать встречи в них, и они еще могут организовать встречи всех сообществ. То есть, это люди, которые верят в эту идею, ну, как мы сейчас, и готовы приложить к этому какие-то усилия. Хотите, если вы, например, хотите приложить к этому тоже какие-то усилия, к организации, то это открытая штука. Вы можете добавиться в сообщество Питера Юнайтед, есть и такое, это сообщество как бы активистов, и поучаствовать, например, в организации IT Global Meta последующего. Вся эта деятельность прозрачная, и вообще мы хотим, чтобы вся деятельность сообществ была прозрачной, чтобы каждый человек чувствовал, что его мнение там уникальное, и у него есть голос, и у него есть там возможность приложить свои усилия, собрать встречу, там еще что-то. Для этого создается вся эта инфраструктура. И вот эти активные чуваки, у которых, да, ты скажешь, у которых хватает энергии еще и собрать потом все эти сообщества, чтобы они не затухали, а развивались, потому что у каждого сообщества есть какая-то внутренняя энергия, она теряется потихонечку, надо ее все время подпушивать как бы. Вот, и эти активисты еще основной своей целью, да, ставят, помимо организации Global Meta, это вот создание вот этой вот экосистемы. Что такое экосистема? Чтобы у нас были открыты IT-компании, которые готовы давать свои площадки, чтобы сообщества на них встречались, да, чтобы у нас был там какой-никакой инвентарь, чтобы люди, например, если им нужны флипчарты, вы, кстати, можете обращаться к Питеру Юнайтед, ко мне, к Володе, чтобы там у нас есть там флипчарты, еще какие-то расходники. Также мы знаем ряд площадок. То есть, грубо говоря, мы хотим создать вот эту вот инфраструктуру, помимо экосистемки, вот, которая позволит вам проще организовать встречи, проще организовать вообще сообщество, вот. Да, и самое ключевое, что еще мы, в общем, накапливая опыт, как сообщества живут сами по себе, про их структуру, пытаемся вырабатывать какие-то хорошие практики, как сообщество запустить, как сообщество развивать, вот. Вот. И этим мы тоже стараемся делиться, и точнее, делимся, для этого Питера Юнайтед и нужен, чтобы накапливать эти знания и распространять их по всем желающим, грубо говоря. Нету сообщества сейчас по Докнету в нашем городе. Значит, напишите на Питер Юнайтед, вот. Мы можем вам дать свои рекомендации, встретиться. Попытаться вам помочь собрать это сообщество. И попытаться вам помочь собрать это сообщество. Класс, тогда я предлагаю вот на этой позитивной ноте уже. Я хотел сказать, что мобильные разработчики уже взяли и собрались. Давно пора в сообщество собраться и начать встречаться нормально. Хорошо, если вы нас смотрите, то пора действовать, ребят. Давайте последний совет от вас. Сжато. Что делать? Сейчас парень вас смотрит, у него выбор. Досмотреть интервью, дальше включить World of Warcraft играть или же что-то сделать другое? Что ему нужно сделать? World of Warcraft пусть докачается до сотого, наверное, это быстро. А потом пусть идет на встречу какую-нибудь оффлайн его с профессионалами, с практиками и общается. Здоровается, знакомится, задает профессиональный вопрос. Не идет в барчик пивасик потягивать, а идет общаться на профессиональные темы. У него есть задача, которую он не может решить. Вот спроси другого спеца, с которым ты можешь познакомиться на встрече, о том, как бы он решил эту задачу. Получи совет, примени на практике, поделись опытом с другим. Получай опыт, делись опытом. Это мой совет. Да, я добавлю первая метафора, которая вообще все эти сообщества объединяет. Больше отдаешь, больше получаешь. То есть, мой совет, что если тебе даже сложно открыть рот и сказать, то есть, ты боишься показаться глупым и так далее, попробуй сделать это пару раз. То есть, вот после того, как ты проделаешь, что сказал, Володя, придешь в сообщество. До сотого, да кажется. Ну, то есть, давайте пошаговые инструкции, друзья мои. Первое. питер-unite.ru заходим. Там список всех сообществ. Выбираем то сообщество, которое по вашим интересам есть. Переходите на ту электронную площадку и добавляетесь к ним. Узнаете, когда у них следующая встреча. Приходите на следующую встречу и начинаете рассказывать свой опыт. Потому что, когда ты больше начинаешь отдавать, не боясь, потому что бояться нечего, никто не будет. Ни ваши идеи делать, ничего не хватит. У них свои интересы, у всех этих людей на самом деле. Ты начинаешь отдавать, и тогда людям проще тебе дать что-то новое. И реально, вот запомните это правило, мне кажется, оно ведущее. Больше отдаешь, больше получаешь. Сейчас очень много пассивных людей. Я призываю вас быть активными. Рассказывать какие-то доклады. Быть общественным. Айтишникам важно. Да. Сделайте доклад какой-нибудь. Вот это будет самое крутое. Мы не зря вы сегодня что-то рассказывали. Спасибо вам, ребят. Очень приятно было с вами пообщаться. Пока. Пока.